Всем привет! Друзья, сегодня хочу познакомить вас с Никитой. Он планирует стать односельчанином с нами. И в предыдущем ролике я показывала дом, который продается. Так вот, он уже видимо не продается. Но сегодня о покупке не будем говорить, чтобы нам не сглазить сделку. А спросим обо всем у Никиты. Расскажет нам, почему такой выбор и все прочее. Я позадаю ему вопросы. А кто планирует переехать, слушайте внимательно и делайте выводы. Никита, сначала расскажи нам о себе. Мы перешли на ты. Да, на ты. Так удобнее. Ну, что можно о себе рассказать. В общем-то, я родился и вырос в Таджикистане до 26 года моей жизни. Потом переехал в Норильск, в Россию. Ну, россияне знают. Соромо. Крайний север. Самый северный город на земле. Тогда считался. Сейчас не знаю. Может, севернее есть. Прожил там 13 лет, в общем-то. Ну, когда вся эта катавасия началась. С перестройкой. Ну, вы знаете, наверное. Ну, люди моего возраста, конечно, знают. А какой возраст? Скажешь нам или это секрет? Ну, пенсионер, правильно? Пенсионер, да. Давно на пенсии. 69. Ок, отлично выглядит. Никогда бы не подумала. Ну, так на севере там это, холодно. Сохраняется. Сохраняется хорошо. Вот. Ну, в 93-м году так получилась возможность у меня переехать в Германию. Поехал, переехал. Ну, тоже отдельная история. Не все так просто было. Ну, об этом сейчас речь не идет. Ну, что еще? Ну, этот период с момента переезда и до сегодняшнего момента, наверное, можно упустить. Опустить, вернее. Вот. Почему приехал в Болгарию? Ну, дело в том, что я недавно женился. Ну, как? Летом прошлого года. Ну, поздравляем. Молодожен. Молодожен. Спасибо. Спасибо. Жена филиппинка. Ой. Прибавятся экзотики у нас в селе. Да, наверное. Вот. Ну, проблема перевести ее в Германию – большая проблема. В общем-то, это почти что неразрешимо. И если разрешимо, то это надо долго-долго-долго-долго обивать пороги. Вот. Ну, смотря блогеров, которые в интернете и которые вот тоже с этой проблемой как-то столкнулись, наткнулся вот на Болгарию. Сначала была Турция, чтобы туда перевести. Все-таки Турция ближе к Европе. Вот. Ну, а потом остановился на Болгарии. Болгария вроде бы ближе. Славянская страна. Хотя я сам не славянин. И вообще это разделение не одобряю. Нет, мы вообще по нациям тоже, да. Все мы люди, все мы братья и сестры. Да, все мы люди, все мы от Адама и Евы. Да. Прошу это не забывать, когда вы там это между собой какие-то отношения выясняете. Ну да. Вот. Ну, это все. Ну, смотри, тогда получается, у тебя же был выбор, что ты мог остаться и на Филиппинах, да, с женой. Ну, все-таки ты решил, что... Ну, на Филиппинах, я не знаю, на Филиппинах, на мой взгляд, вот для меня, там слишком жарко, слишком грязно, слишком много людей, слишком много собак и слишком много петухов, которые не дают нормально спать. Вот это вот жара, собаки, грязь, ну, не по мне это все. То, что ты не можешь принять, ну, понятно. Поехать туда на месяц, другой, так отдохнуть, экзотику эту посмотреть, отлично, отличная страна для туризма, но не для жизни. Ну, понятно. Там живут, конечно, россияне, но я их называю экстремалы, они там сыроеды или вообще какие-то, ну, в этом направлении. Голодуют, сыроедят и прочее-прочее. Они там живут постоянно, некоторые даже уже 10 лет и больше. Им там нравится. Ну, понятно. Но они экстремалы, на мой взгляд. Им там хорошо, но мне там не очень комфортно было, поэтому решил переехать сюда. Да, в общем-то, и жена хотела в Европу. Ей тоже почему-то там жарко, хотя она, Филиппинка, должна быть привычна к жаре. Ну, ты практически ответил и сразу на второй мой вопрос, как возникла идея переезда. То есть мы его пропускаем. Все-таки, как отнеслась твоя жена к этой идее именно Болгария переезда? Что, какие ей ты озвучил аргументы, чтобы убедить, все-таки она же должна покинуть свою семью, да, свою страну? Ну, в принципе, какие аргументы? Ну, сначала вопрос стоял о Турции. Мы хотели в Турцию попробовать попасть. Там есть блогеры тоже русскоязычные. Они тоже расписывали эту Турцию, что легко, хорошо там. Вот. Ну, потом тоже выяснилось, что не все так просто. Потом болгарских блогеров, вернее, блогеров, которые живут в Болгарии, русскоязычных, я тоже смотрел. Вот. В общем-то, заинтересовался Болгарией. Тем более, что я был раньше в Болгарии где-то в 87-м году, по-моему. Да, в 87-м году. Еще тогда Советский Союз был. Вот. И мне здесь понравилось, в общем-то. Люди добродушные, приветливые. Вот. И, в общем-то, климат здесь более привычный мне. Ну, жена как отнеслась к моему выбору? Ей выбирать не приходится. Сказал, отрезал. Да. В принципе, там жены слушаются мужей. Куда муж, туда и жена. В общем-то, проблем с этим не было. Ага, это здорово. Да. Ну, а когда сюда вот приехал, вот в этот раз снял пару видео пейзажей, отославил ей. Ей понравилось. В общем-то, деревню снял так эпизодами. Ей понравилось. Тут вокруг монастыря. Мы сейчас, кстати, находимся на территории Устремского монастыря. Ну, это монастырь Святой Троицы, да? Я уже показывала его. И вот, так как в селе, понятно, у нас отеля нету, те, кто поедут к нам посмотреть, ознакомиться, то можете остановиться в монастыре. Здесь сдают комнаты. 25 лет стоят сутки. Да, на сегодня 25 лет. Без завтраков. Без завтраков. Без телевизора и холодильника. И интернета, по-моему, здесь тоже нет. А, ну, тут такая впадина, интернет плохо берет. Но зато насладитесь энергетикой этого места. Воздух можно на хлеб мазать. Ну, это по всей Болгарии. Ну, а скажи, Никита, вот помимо того, что ты хочешь, ну, вот так решить проблему переезда жены, что ты еще хочешь получить от вот этого переезда? Ну, в общем-то, ну, как сказать, помимо этой проблемы, что она решается, в общем-то, хочу здесь это, ну, как бы на подножный корм перейти, подсобное хозяйство завести, курочки там, козочки, пчелы, коровка. Ну, корову нет, корову нет. Ну, то есть жизнь, получается, изменится, да? До этого же ты не занимался вот сельским хозяйством? Ну, так, вплотную, конечно, не занимался, но всегда хотел, всегда хотел, все не было возможности. Ну, а вот посмотри, поскольку ты был в Болгарии, скажем, давно, да, и с тех пор много воды утекло, какие были твои впечатления, когда вот только ты вышел, да, и что ты увидел, как изменилось, какие перемены? Ну, не знаю, как вам это сказать, как ответить на этот вопрос. В принципе, вот на побережье перемен больших нету. Как была туристическая зона, так она и осталась. Вот, в магазинах всего полно, отелей, хостелов тоже полно, на любой вкус и на любой кошелек. Вот. Ну, сейчас, конечно, не сезон, сейчас очень холодно здесь. Особенно вот эти дни. Да, особенно эти дни, когда с севера фронт пришел холодного воздуха. Вот. Ну, а так, в общем-то, весна, весна на подходе. Через пару дней, через неделю будет жарко. Ну, а что-то удивило тебя? Вот ты выходишь и так, ну, почувствовал какое-то дружелюбие. Понятно, что языковой барьер минимальный, да? Или есть у тебя языковой барьер? Языковой барьер, ну, если так говорить, говорить о знании языка, конечно, звуковой, языковый барьер есть. Ну, а так, в принципе, если человек общительный, не стесняется, общий язык всегда можно найти. Вышел из аэропорта, к таксисту подошел, сказал мне, сказал, что мне надо на центральный автовокзал. Он меня понял, договорились о цене и поехали. В общем-то, все нормально. Ну, то есть, вопросы решаются, да, при желании, что ты хочешь донести информацию доходчиво и что тебя хотят услышать, правильно? Ну, это везде так, по-моему. Если вас хотят услышать, вас услышат. Если вы хотите что-то донести, вы донесете. Хотя бы на пальцах, мимикой, жестами. Все можно. На Филиппины, кстати, я тоже приехал со знанием английского, тот, что был у меня в средней школе. То есть, никакой. Алфавит. И алфавита не знал. И все равно как-то это... Да, кстати, в интернете есть это, Google Translator. Можно им пользоваться на худой конец. Ну, да, но это как бы, да, но все равно с ним долго общаться неудобно. То есть, тебе пишут, ты пишешь. Ну, так, какие-то общие фразы, что-то, да. Понятно. А вот как ты считаешь, какие у тебя будут минусы при переезде в эту страну, а потом расскажешь, какие плюсы. Минусы? Будут ли вообще какие-то минусы? Или вот прям одни плюсы? Ну, не будем иллюзии строить, да? Что-то ведь в этой жизни изменится, и что-то будет не так, как мы себе рисуем картинку рая, да, допустим. Ну, я рай никогда не рисую. Я всегда предпочитаю увидеть, руками потрогать, и потом уже картину общую создать. Ну, пока что я никаких минусов не вижу. Минусы, ну, я не знаю. Вот, допустим, в этом районе, Устрем, то, что общественный транспорт очень так, ну, как бы, два раза в день... Ну, именно в наше село Устрем, да. Да, в это село два раза в день. Без машины здесь никак, однозначно. Без личного транспорта здесь никак, действительно, если что-то надо. Ну, в общем, без транспорта никак личного. Ну, и вот, знаешь, я сейчас наблюдаю за тобой перемены, потому что, во-первых, вчера мы виделись два раза, да, утром и потом вечером. И когда ты утром меня увидел, ты сказал, а вас-то как сюда занесло? И я подумала, ну, типа, вот человек рисует, глухомань, глухомань. А к вечеру как-то ты уже обжился тут, присмотрелся, и вроде уже, да, неплохо можно жить. Ну, да, я, в общем-то, пешочком тут прогулялся от села, вот, до монастыря, и, в принципе, вот по дороге смотрел. Там есть большая сосновая роща, это уже плюс, свежий воздух, сосна, в общем-то, полезно рядом с сосной жить. Вот, потом там много холмов, речка небольшая через устрем течет, там рыба есть, говорят, еще большая река какая-то рядом есть. Я ее не видел. Вот, для тех, кто рыбалкой занимается, пожалуйста, есть возможность рыбачить, где. Вот такие рыбы. Да. Я вот таких видел лично в этой небольшой речке. Пчеловоды могут своим делом тут заняться. Уликов много стоит. В каждом дворе почти что я улики видал. Медоносных трав тут полно растений. Так что, может быть, тоже ты займешься их пчеловодами. Я займусь, я займусь. Мы будем покупать. На продажу я пока что не планирую. Я один-два улика так для себя, для опыта поставлю во дворе. А там как получится. Ну да. Ну вот смотри, ты обрисовал себе план действий. Это, скажем, сельское хозяйство, это же работа, да? А как ты будешь проводить свободное время? Ну вот свободное время, рыбалка, прогулки по окрестностям. В общем-то, я люблю гулять на природе. Движение жизни, да? Движение жизни. Ну я думаю, свободного времени много не будет. Когда свой дом, свое хозяйство. Ну, раза два в неделю можно, конечно. Ну и что у тебя в планах стоит на первом месте? Вот сейчас оформится документ, да? На куплю-продажу. И что первым делом? Ну, я не говорю о перевозе жены, да? А после этого, как вы переедете? Ну, домик, в общем-то, старый. И туда руки надо приложить, чтобы там можно было комфортно жить. Но, в принципе, в нем можно жить сразу же. Ну, это действительно так. Да, вот. Просто жить и потихонечку приводить его в порядок. Двор небольшой. В принципе, 400 квадратных метров, как я знаю. Ну, как нам сказали, да? Ну и зрительно, так мы прикинули. Но большую часть этого участка дом занимает. И постройки всякие, которые можно снести, убрать. И, в принципе, места тогда больше будет для подсобного хозяйства. Ну, такие вот планы. Приехать и жить. Во-первых, дело в ванную комнату. Да, ну, там три комнаты в доме. Вот одну комнату я планирую под ванную, туалет сделать внутри. Потому что удобство на данный момент во дворе. Ну, знаешь, что я у тебя услышала? Здравомыслие какое. Что многие хотят, вот переезжая в Болгарию, во-первых, хотят очень много земли. Всегда всем надо чуть ли не по 25 соток, да? И все хотят какие-то большие двухэтажные дома. А вот Никита, во-первых, он на Филиппинах мне рассказал, что там очень плотно, да, семейства живут. Вот, видимо, и это посмотрев, но и понимая, что, в принципе, двум человекам не так много надо, он реально на все это смотрит. Ну, а те, кто большие участки хочет, пожалуйста, здесь, в принципе, если земельный участок хотите, тут полно подземледелия, лесные участки продаются. Здесь на месте найдете потом, кому мало четырех соток. Кет, ну, вот у тебя такая жизнь, вот для меня, я считаю, ты человек мира, да, то есть ты на Филиппинах пожил и родился совершенно в другой стране. Может быть, сравнишь Болгарию или расскажешь нам какие-то истории из твоей жизни, вот что-то такое. С чем ты можешь сравнить Болгарию, на что похоже, да? Может быть, в пути какие-то были истории. Есть ли у тебя тут знакомые, да, вот что-то расскажи нам интересное. Знакомых здесь пока, кроме Лены, у меня нет. Вот, ну, сравнить. Допустим, вот этот пейзаж, что за нами, я его могу сравнить с Таджикистаном. Вот один в один. И погода, и климат вот на данный момент, что весна здесь в Болгарии, что весна в Таджикистане, вот в районе Душамбе, там Рамецкого ущелья. Один к одному. Ну, с чем еще с Болгарию сравнить? То, что мне сразу пришло, это Таджикистан. Ну, то есть ты почувствовал здесь, как дома получается, да, себя? Ну, климат, природа, почти что как Таджикистан. Но я не думаю, что летом здесь так жарко, как в Таджикистане, потому что у нас бывает и плюс 47 иногда. Вот, там, по-моему, даже и 50 было, это не знаю. Здесь, здесь летом, я не знаю, летом я не был в Болгарии. 41. 41, да. Была в моей жизни. Ну, 41 приемлемо. Ну да. Поэтому, не знаю. Ну, вот знаешь, для меня все-таки вот твоя жена это такая экзотика. А как ты вот познакомился с ней? Можешь рассказать? И вообще, что-то для тебя было? Или ты вот приехал тоже на Филиппины и почувствовал, что эта женщина, ну вот с их менталитетом, прямо вот подходит русскоговорящему мужчине? Ну, я бы не сказал, что я так с бухты-барахты поехал на Филиппины. Я, в общем-то, многих блогеров тоже, которые живут на Филиппины, просмотрел. Вот. Они, в общем-то, очень хвалили филиппинских женщин. Даже чересчур. Ну, что они домовитые или с какой стороны? Ну, что они, в общем-то, как бы больше под домострой. Ну, покладистые, да? Покладистые, да. Но на самом деле это не так. Вот. Ну, об этом можно отдельно поговорить. Посмотрев блогеров, я, в общем-то, они там тоже предлагали эти сайты в интернете, знакомств. Дейт и Нейша называется сайт. Ну, там их много. Ну, вот я от Дейт и Нейша и там, в общем-то, знакомился с филиппинскими женщинами, со многими, если так количественно сказать, может быть, 500. Ты знакомился с 500 женщин? Да, да. Ну, это проходило как? За чашкой кофе или просто разговор по телефону? Нет, в интернете. А, ну, просто переписка. Да, переписка в интернете. А то я думала, ты всех лично посмотрел. Не-не-не-не-не, в интернете все разговаривали так. Ну, многие сразу отсеивались, потому что ясно было, что им надо. Деньги. Деньги, деньги, да. Многие отсеивались сразу. Ну, и вот, в принципе, я уже, я в девятнадцатом году был первый раз на Филиппинах. Где-то месяца три я там был. Ну, а потом уехал в Германию. Хотел вернуться в мае того же года. А, не-не, в феврале двадцатого года я улетел. А в мае хотел вернуться, но случилась эпидемия эта, и, в общем-то, это все закрылось. Попал я на Филиппины только вот в 20... В каком прошлом? В двадцать первом году. Нет, в прошлом 22-й, но сейчас в 23-й. А, ну да. В 22-м году. В 22-й? Можешь, конец в 21-м? Не-не-не, в 22-й. Вот. В 22-м году попал я туда. Ну, сразу, в общем-то, встретился со своей будущей женой. Ну, и как-то у нас это. Сразу все склеилось. И, в принципе, мы где-то буквально через полтора месяца расписались с ней. Ну, да, когда встречаешь человека своего, то все быстро происходит. Ну, понятно. Хорошо, Никит, ты нам рассказал все свои истории, все свои, скажем, жизненные пути. Я тебе желаю, чтобы сделка состоялась. Безусловно, нам приятно, что у нас будет такой односельчанин. А что ты можешь пожелать моим подписчикам? Ну, подписчикам. Даже не знаю, что пожелать подписчикам. Быть в курсе событий. Следить за новыми видеороликами. Вот. И, в принципе, кто хочет в Болгарию переехать, дерзайте. Вот. Дерзайте. В общем-то, очень хорошая страна, приятная страна. Я вот буквально сколько здесь, неделю, чувствую себя здесь как дома. С людьми общаюсь на пальцах на это. Некоторые знают английский язык. Можно по-английски с ними общаться. Но, в принципе, русский, болгарский язык, они где-то рядом. Поэтому особых проблем языков не должно быть. Если только в официальных учреждениях документы оформлять, ну, есть переводчики. А, в принципе, в эмиграции, в бюро эмиграции здесь многие тоже на русском говорят, на английском тоже говорят. Но у меня, во всяком случае, проблем не было. И, глядя на тебя, можно что сказать? Что у кого поставлена цель, да? Человек своего добьется. Главное, чтобы он понимал, что ему необходимо для жизни. И идите к своей цели, несмотря ни на что. Никого не слушайте. Делайте свои ошибки, свои опыты проводите. Но главное, получите результат. Да. Цель поставил и мелкими шажками. Степь-бай-степь. Идешь в этом направлении. Спокойно, без суеты. Да. Наслаждаясь жизнью. Ну, Никит, спасибо тебе большое, что уделил внимание нашему каналу. И вам, друзья, до скорой встречи. Ждите от нас новые известия. Как пройдет сделка, все расскажем. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok